Друзья, всем привет! Это Мификал-подкаст. Как всегда, бесит с вами Рустам Хакимов, знаменитый криптоинвестор. Айдар Нагуманов, человек без денег. Данил Пересторонин. Ребята, вы не поверите. Не поверим. Не поверите, потому что у нас сегодня продолжение про пиратов. Это что мы сегодня на ностальгии играем, что ли? Все не знаю. Будет камео разных пиратов. Не-не-не. Ну, вообще, да, одно будет. Не просто пираты. Сегодня про самую знаменитую женщину, пиратку, которую называли королевой пиратов. Элизабет Суан. Неплохо, но нет. То есть вся эта история про женщину на корабле уже уходит куда-то лесом, да? Ну, конкретно... Мы, кстати, обсудим этот момент. Да, мы обсудим. Конкретно с этой женщиной вот этот тезис не работает. Госпожа Джен. Японка, хитаянка. Китаянка. Китаянка. Помните, она была в «Пиратах Карибского моря» на собрании. Ну что же? Что скажешь, капитан Суан? А, прям это отсылка на нее была, думаешь? Это отсылка на реально существующего исторического персонажа. Я вам сегодня с удовольствием про нее расскажу. Прикольно. Госпожа Джен стала самой легендарной женщиной-пираткой в истории. Смогла пройти непростой путь от куртизанки до владычества... Морской. Ну да. Южно-Китайского моря. Прикиньте, пираты Южно-Китайского моря. Мы бы смотрели. Прикольно. И грозы всех морских разбойников. На самом деле, это вот как раз та самая бабуля из «Пиратов Карибского моря». Абсолютно исторический персонаж. Слушай, прикольно. И ты говоришь, у нее был титул, что ли, или прозвище, да? Ну, ее признавали королевой пиратов, да, многие. То есть под ее флагом, я так понимаю, ходили другие пираты. Да, совершенно. Давайте так, я вот сегодня расскажу, и мы в конце сделаем вывод. Все-таки королева пиратов она, или просто так ей дали этот титул? Или принцесса, да. Ну, это примерно та же история, когда государство поддерживает пиратство. А вот тут тоже разбираться надо. Ну, ладно. Окей. В Китае все всегда сложнее, чем в Европе. Да, тут не все так просто. В Багаде все спокойно, вот там нахуй. Госпожа Джен, или, как ее звали в начале, Чин Си, родилась в 18 веке в китайской провинции Кантон. О ее детстве ничего не известно, а свою юность, будущая королева пиратов, провела на одном из плавучих борделей, которые назывались в Китае цветочными лодками. Цветочные лодки? Да. Как это по-китайски, да? Лотосы такие. Слушай, это прикольно. Я так понимаю, у них уже тогда зародилась вот эта идея с плавучими какими-то заведениями, потому что у них казино плавучие есть. Плавучие вот эти лодки. А так фишка же в том, что условно на земле, то, что запрещено на земле, на воде, это разрешено. Там типа не действует юрисдикция страны. Ну, я думаю, что началось вот как раз плюс-минус там в 16, 17, 18 веке. Золотой век, ты раз вот этот. И плюс-минус до сих пор даже, по-моему, так это и есть. Есть, да, международное право. Если не ошибаюсь, вот с тех пор как раз пошли морские мили. Ну, то есть граница территории России, хотел сказать. Государства. Да, где действует юрисдикция их, а за ними международные воды, где действует международное право. Чинси торговала телом на одном из таких кораблей. И, по слухам, нередко использовала свои возможности, как обычно, чтобы выведать у обеспеченных и влиятельных клиентов бордели государственные тайны или иную ценную информацию. Блин, такое ощущение, как будто вот, ну, путаны знают все про всех, и они управляют нашим миром. Ну, по сути, они масоны. Выпуск про масонов, друзья. Вот кто на самом деле управляет миром. Да, то, что было здесь от меня. Куртизанки управляют миром. Ну, правда же, они действительно в теории, вот в теории, вот эти все куртизанки на протяжении, по-моему, всех веков, но они могут, это же самый момент слабости. Ну, да. Вообще легко выведать любую информацию. И, скорее всего, они владели такими тайнами, которые прям, ну, очень большой вес могли оказывать. Совершенно верно, потому что, ну, не просто же так история говорит нам о том, что если вот была какая-то крутая куртизанка, которая была востребована, и еще и достаточно умная, чтобы этой информацией воспользоваться, становилась великой. Есть такая куртизанка, например, которая стала императрицей в свое время. Ладно, это следующий выпуск. Слышали, я просто, как бы, знаете, не знаете? Я не знаю. Ну, была такая. Может, как-нибудь расскажем. Окей. Так как она была востребованная и умная, она промышляла шантажом. Молодец. А некоторые особо важные секреты оставляла на потом, чтобы иметь в своих руках рычаги давления. Среди клиентов цветочной лодки были не только обеспеченные представители китайской знати и простые морячки, но и морские разбойники. Как раз-таки вот эти знаменитые пираты Южно-Китайского моря. Нет, там тоже процветало пиратство, кстати. Блин, мне интересно просто. Вот когда ты говоришь пират, это представляется, ну, Карибского моря. Какой-нибудь испанец, ну, там, португалец, ладно, да, какой-нибудь. Но ты никак не представляешься китайского пирата. Ну, потому что, ну, мы... У них же еще лодки такие странные с какими-то парусами вот... Такими, геометрические формы, треугольные. Да, да, какие-то такие. Да. Почему мы не представляем китайских пиратов? Потому что в детстве мы смотрели остров и читали остров Сокровищ. В юночести мы смотрели пиратов Карибского моря. Что еще? Какие у нас паттерны с пиратами? Да и все как будто вот две самые такие... Ну, да, самые основные. Ну, и в книжках тоже. Они, типа, пират всегда пил ром. И вот он такой вот. Ну, не китаец. Ну, блядь, европеец, короче. Европеец, да. Очень толерант. Да, зима. Ну, и просто, мне кажется, на самом-то деле, если уж прям вот по чесноку рассуждать, то влияние и сферы деятельности европейских пиратов было много больше, чем у китайских. Наверняка. А вот сейчас посмотрим. Потому что там даже аж до тех берегов. Не та пись. Ну, нет. Она была больше, но, скажем так, не намного. Окей. Там тоже были ребята серьезные. Одним из таких пиратских клиентов стал Джен И. Тоже китайский какой-то. Да. Которому сразу понравилась умная Чин Си. И после личной встречи на цветочной лодке он предложил ей оставить свою работу и стать его законной супругой. Ничего себе. Вот это вот влюбился. Как Ричард Гир в Джулию Робертс. Это же вот чистая история сейчас будет. Люблю тебя, говорить не могу. Это же с нее списано. Только Джулия Робертс не знала ни черта. Вот, кстати, да. Джулия Робертс – это плохой пример проститутки. Она была очень востребована, но не пользовалась особо. Своими талантами. Но фильм шикарный. Кто не смотрел «Красотку», посмотрите. О, это было сто лет назад. Ну, правильно, классное же кино. Я не помню уже даже. Вот пересмотри. Ладно. Чин Си согласилась выйти за него замуж, однако выдвинула свои условия. Напомню, она работает куртизанкой. Каста. Самая низшая каста, да. Но он втюрился. Он, видимо, втюрился, вкрашился. Она попросила возлюбленного составить брачный контракт, согласно которому она получала право на половину флота супруга. Нифига себе. А он, типа, такой заметный пират был, да? Он был серьезный пират. А также на половину добычи. Ну, прям неплохо. Чисто по-женски, блин, половину сразу, типа, даже не при разводе, а сразу половину. Сразу половину, да. Таким образом госпожа Джен смогла начать новую жизнь, оставив проституцию в прошлом. Ей блестяще удавалось управлять флотом. Через несколько месяцев Ачин Си уже было известно каждому пирату в округе. То есть, ну, у нее были навыки менеджмента. Она прям крепко взялась, да, и начала управлять. А пираты знали ее прошлое? Да-да. Но мне кажется, плевать им было вообще, типа. Ну, сначала он что-то взял ее, потом такой сказал. Ну, там мужики вот эти вот, которые ходят. Ну, это китайцы, китайцы. Поменьше чуть-чуть. А, здорово, да. Не-е-е-е. Не, ну, прикинь, у тебя, типа, это вот этот главный пират, он же, типа, у него свой флот. И, по сути, он начальник этих пиратов. И что ты можешь сказать про жену начальника? Ничего ты не можешь сказать. Ну, да, здесь опасно. Ну, так бы говорили, наверное. Так бы, наверное, да. За спиной, наверное, говорили. А жители прибрежных городков боялись ее армии гораздо больше, чем пиратских группировок ее мужа. Ну, потому что женщины в гневе страшные. Вообще, это же самый ужас. Есть теория, что они намного лучше управляются такими коллективами. Ну, это только теория. Да, на практике мы же видим, что, ну, come on. А что на практике мы видим? Ну, что нет. Ну, какой пример? Ну, вот любой. На практике мы не даем возможности. Единственный хороший пример классного женского управления – это Wildberries. Это не классно, и Wildberries – это не классно. Как это не классно? Она создала такую империю практически. Нет, она создала вопросов нет, но сам Wildberries как продукт не классный. Нет, конечно, извиняемся, если вы хотите рекламу. Готов публично извиниться. Может, и классный продукт, мы не знаем. Да. Все женщины в списке Forbes – это просто жены миллиардеров. Все. Вот тебе большой простой факт. А как же Маргарет Тэтчер? Да. Она не в списке Forbes. Нет, но она же великая. Вообще, как управленница, что скажешь? Маргарет, надо отсюда. А ты ничего не скажешь, у нас выпуска не знает. Потому что я не знаю у нее ничего, да. Вот и приготовь в следующий раз. Блин, почему на меня женщину повесили? Специально? Да? Ладно, поищем, посмотрим. Личная жизнь у нее также была весьма активной. Как звучит. Да? Особенно приусловно, что она была куртизанкой. Совершенно верно. Вскоре после бракосочетания пара усыновила ребенка. Мальчика, которого звали Джиан Бао Цзай. Который впоследствии стал кем? Пиратом. Стал ее любовником. Какой ужас. Неплохо? Милф Хантер. Милф Хантер. Степ-мам. В этом тройственном союзе они прожили несколько счастливых лет. Тройственном союз. То есть батя знал, да? Батя был не против. Там очень, видимо, был такой... Да были свободные нравы просто. Мне кажется, это был такой пират, который вот с портфилем такой, хлипенький, в очках вот этих ходил. Какой-то очень легко она им крутит. Она такая со сковородкой, блин. А они его приютили, когда ему уже 25 было? Да, да, совершеннолетний. Взрослый был? Да я откуда знаю. Я думаю, нет. Она его вырастила, как нужно ей. Воспитала. Воспитала, да. В общем, несколько лет они так счастливо прожили. Она очень круто управлялась своей частью флота. Пока спустя время ее супруг решила расширить свое влияние и захватить новые территории. Он отправился во Вьетнам. Там и погиб во время одного из сражений. Она не поехала с ней, да? Нет, ну, она со своей половиной поехала. После смерти мужа госпожа Джен получила вторую половину морской империи. Как наследство, типа, да? Да, и стала полноправной хозяйкой вот Южного Китая. Они были самые, типа, большие, самые зверские, такой вот банды условно. Да, чтобы вы понимали, под ее командованием находилось около 400 кораблей. Охренеть. Слушай, вероятно же есть, что она могла заказать смерть мужа, да? Чисто теоретически. Вполне. Тем более, раз ей понравился приемный сын. Что-то папа уже не вписывался. Да, тройственный союз, это не двойственный, как говорится. 400 кораблей. 400 кораблей. Это очень много же. Это же прям целый флот. А армия 70 тысяч пиратов. Это же государство целое, камон. Это было, ну, чтобы параллель с испанцами и с англичанами. Это очень много. 70 тысяч, это действительно армия. А армия и разбойники, это же очень сложно сочетаемо. Это говорит о том, что она, ну, какая она была. Дисциплину она держалась. В управлении. В управлении, да. Это была одна из самых масштабных флотилий не только в Поднебесной, но и во всем мире. А госпожу Джен... В смысле, флотилия была больше, чем у Испании. В какой-то момент. Да, я помню просто, когда ты рассказывал про какую-то водную-водную битву, рассказывал ты, и там что-то были потери огромные, там, 60 кораблей. И ты говоришь, что у него одной было 400, и я такой, фига себе. А госпожу Джен начали называть королеву пиратов. Причем она после, кстати, еще погибели своего мужа, она увеличила свой флот. Расширила, да. Расширила, да. Там до этого было корабли 100, 200. Блин, а как вот при наличии 400 кораблей, ты же по-любому заметная фигура, так или иначе. И почему власти на нее никак не реагировали китайские? Ну, до поры до времени. Она им не мешала, не трогала? Да как не мешала? Китай, он большой. Короче, опиум. Гражданская война, которая вот недавно-недавно закончилась, это объединение. И то, что все происходит, в принципе, на окраине Китая. Ну, вот со стороны... В море. Да. Поэтому, я думаю, ну, государству просто некогда было. Как раз вот в период, скажем так, 90-х в Китае она вот это все и замутила. Там не до нее, видимо, было. Там не до нее было, да. Безусловно, эта женщина обладала огромным лидерским талантом, чтобы справиться с многочисленной армией морских разбойников. Чин Си разработала собственный свод законов, нарушение которых каралось очень жестоко, вплоть до смертной казни. Ну, и понятно. Кодекс. Пиратский кодекс, составленный, там, Джереми Бартону Ломью. Я не помню, как их звали, ладно. Такие вещи знать надо. Так изнасилование пленницы, воровство из общей казны и неподчинение старшему по званию каралось смертью. И госпожа Дженни нередко сама выступала в роли палача. Ну, естественно, чтобы такой империей руководить, нужно, чтобы тебя боялись. Более мелкие нарушения также влекли за собой последствия. За нарушение дисциплины или другие проступки королева пиратов отрубала кисть или ухо, а также назначала определенное количество ударов плечи. Ну, классика. А суды, вердикты, все сама типа... Ну, естественно. Не, ну, есть свод законов, и напротив него сразу написано пиратский кодекс. Также госпожа Дженни не поощряла разврат. А любой женившийся пират из ее команды был обязан быть верным своей избраннице до конца дней. Какая она лукавая, конечно, здесь. А чего я лукавая? Почему лукавая? Она на работу-то такую пошла, деньги нужны были? Нет, ну она сама-то как? Ну и что? Она, может, не стала... При сыне даже мужу верность не хранила. Ну, он же приемный. Ты что, не оправдывай это, ты что? Чужой человек, считай. Благодаря железной дисциплине и своим лидерским качествам Чин Си сумела положить конец многовековым традициям пиратства. Ее армия была похожа не на шейку беспринципных морских разбойников, а на настоящих солдатов, у которых было понятие чести, долга и морали. Прикольно. И еще, знаешь, мне какая пришла идея в голову, почему ее не трогали власти? Потому что при вот такой огромной и причем дисциплинированной армии со стороны моря, это же сто процентов... Это как щит. Да, это классная охрана границ твоих. Никто на тебя не напоет, потому что там такая орава тебя встретит. Нет, если договориться, я уверен, что там договорились. Да, стопудово. Ну, не то, что уверен, я знаю, я читал. Именно принципиальность и благородство госпожи Джен помогли ей снискать славу и уважение не только среди пиратов, но и среди обычных жителей Китая. Она же их грабила. Ну, грабила, но защищала. Ну и просто, видимо, ну как же, это же все так работает. Как Капона, да? Да. Когда тебя не ограбят, блин, ты его уважаешь или как? Да нет. Многие люди ходили решать вопросы к бандитам, потому что государство не помогало. У государства не было силы, у нее была сила. Она была справедливая баба. В какой-то момент могла грабануть тебя и убить. Ну, наверное, уж не грабила, там, совсем уж бедолага. Ну, 70 тысяч на что-то кормить надо. Ну, надо. Ну, вот кормила как-то. Старпом полностью разделял взгляды госпожи Джен, и пираты боялись его не меньше, чем саму королеву. Это позволило ей закрепить свои позиции и установить больше контроля за армией. То есть у нее была прям вертикаль власти. Ну, прям как в армии. Высший менеджмент у нее был. Да, был высший менеджмент. Морская империя Чинси становилась все сильнее. Королева пиратов постоянно расширяла свой флот. И к концу 18 века ее опасались не только простые жители, но и целые государства. В 1808 году китайское правительство попыталось уничтожить флотилию госпожи Джен. К вопросу, что они там делали все это время. Попытались, однако попытка оказалась тщетной. Красный флот, как называли армаду Чинси. Круто, да, звучит? Американский нейминг. Красный флот. Не знаю, мне кажется, советский. А, тогда не было еще, ладно. Не было. Во главе с судном королевы разгромил эскадру противника, забрав в себе часть уцелевших в бою судов. А также захватив несколько десятков человек в плен. После позорного поражения власти Китая несколько раз пытались договориться с Великобританией и Португалией. Об уничтожении морской империи госпожи Джен. И? Эти страны были особо заинтересованы в ликвидации пиратства, поскольку корабли Чинси нередко заходили в подконтрольные им воды ради грабежа торговых судов. Напоминаю, что вовсю идет опиум в Китай. Особенно для Великобритании это было, ну... Ну, короче, на самом деле она часть опиума не допускала в Китай. И это было невыгодно британцам, естественно, да. Естественно, она их грабила. Это в целом, ну, отчасти было выгодно. Я не знаю, конечно, что она делала с этим опиумом. Может, она сама их толкала, да. Она сама, наверное, толкала, да. Но если бы, допустим, она его не толкала сама, то это бы... Неплохой щит. Это был бы неплохой щит. Но мы не знаем, честно. Признаюсь. Это 1808 год, да. Это самый рассвет деятельности Наполеона Бонапарта, кстати. Вот так. Параллельно проводим, что это в одно и то же время происходит, ребят. Но Красный флот был настолько силен, что даже совместными усилиями правительства трех стран не смогли справиться с пиратами. Охренеть просто. Тем не менее, правящая династия Цин не оставляла надежды одолеть влиятельнейший флот королевы пиратов. И регулярные нападения, в конце концов, ослабили мощь Альянса госпожи Джен. Они постепенно начали понемножку нападать и кусать с разных сторон. Кроме того, армия Красного флота стала регулярно устраивать бунты и восстания, выражая свое недовольство сложившейся политической обстановкой. Ну, потому что начались вот эти вот нападки государства, у людей немножко начала проседать мораль, а госпожа Джен, я так понимаю, начала закручивать гайки и ужесточать законы. Вот, у людей есть предел терпения. В 1810 году правительство Китая, так и не сумев разгромить противника, предложило госпожи Джен сделку. Согласно условиям договора, пираты Красного флота добровольно сдаются, получая взамен свободу, небольшой капитал и даже работу для каждого. Королева пиратов не хотела расставаться со своей империей, но сложившаяся ситуация вынудила ее согласиться. Постоянные восстания и междоусобные войны, давление со стороны властей и регулярные битвы с королевской эскадрой сильно ослабили позиции Красного флота. В апреле 1810 года Чен Си вместе с несколькими женщинами-пиратами сдались. А у нее еще в управлении тоже были женщины? Я не говорил? Нет. Я просто все это время думаю, что она управляет 70 тысячами мужиков, а у нее... Нет, у нее был старпом мужик, а остальные, вот этот высший менеджмент, это были женщины. Фига. Бывшие преступчики. А, еще и они тоже куртизанки. Я вам говорил, а я вам помогу с работой. Я вас не брошу. Сериал «Чики» смотрели? А через несколько дней за ними последовали и остальные члены армии госпожи Джен. Это событие в очередной раз подчеркнуло влияние королевы-пиратов на своих подданных, потому что вся армия добровольно сдалась, без всяких мятежей. И по сути... Но это им и выгодно было, я так понимаю. Выгодно было, потому что они стали, по сути, их легализовали. Они остались на своих же кораблях, просто стали выполнять не приказы госпожи Джен по грабительству и всему такому. Они начали защищать границы. Она часть-то поменялась. И немножко, я так понимаю, ракурс деятельности изменился. Да, да. Ну, по сути, они примкнули к регулярной армии Китая. Неплохой такой мув. Для всех в целом. Ну, для власти Китая в первую очередь. Мне кажется, они разом призвали на военную службу 70 тысяч человек. Ну, да, может, там, скорее всего, меньше уже было. Или шли 70 тысяч преступников. Да, как кайф вообще. Правительство Поднебесной сдержало свои обещания, что, кстати, удивительно. Все бывшие члены Красного флота были свободны. Многие из них даже получили государственные должности. Ну, как у нас в России. Ладно, примеры не буду просить. Возлюбленный Чин Си, слэш ее сын. Помним об этом. Был удостоен звания лейтенанта. Также получил в свое распоряжение небольшой флот из 20 кораблей. Че все небольшой? Да. 20 кораблей. Сама же госпожа Джен также получила свободу, крупную денежную компенсацию и возможность освоить мирную профессию. Шпию стала. И продавала спиннеры. Правда, дух пиратства Чин Си было не сломить. Госпожа Джен не смогла смириться с буднями мирного жителя и вскоре основала небольшое частное предприятие, элитный бордель с лучшими куртизанками, азартными играми и опиумом. Ну, она в этом шарит. Ну, и с Блэк Джеком, да. К слову, ее дело процветало. По всей видимости, экс-королева пиратов обладала криминальным талантом. Ей одинаково хорошо удавалось как руководить армадой пиратов, так и крупнейшим в Гуаньчжоу борделем. Блин, да мне кажется, она в целом была в этом плане, как сказать, хороший управленец управляет всем. Типа ему не важно, какое предприятие. Там будет 70 тысяч человек флот или это бордель. Да. Плюс еще имя ее. Плюс имя, да, сто процентов. Имя там само за себя, наверное, говорила. В возрасте 38 лет Чэн Си впервые стала матерью в браке со своим сыном. Приемным. Стоп, вот это все происходит до 38 лет ее? Да, да, да. В 36 лет она лишилась своего флота. Охренеть, она же вообще молодая. Да. Как она вообще себе такой авторитет заработала? Ну... Прикинь, ну это реально же... У тебя в командовании 70 тысяч мужиков, которые явно старше тебя и которые явно опытнее тебя. Опаснее убийцы, грабители. Да, и она влияла на них просто одним движением. Так, вы сейчас все идете, сдаетесь. Я не зря сказал, что женщины есть теория, что они круче управляют, чем мужики. Не знаю, на страх он опустил 100% на них. Ну да. В 1882 году супруг госпожи Джен умер. Слышь ее сын, напоминаю. Он не видел с этим. И она стала заниматься своим бизнесом и уже действительно своим сыном, ну ребенком, одна. Однако это не сильно беспокоило экс-королеву пиратов. На тот момент она смогла немного расширить свое предприятие, открыв еще несколько закрытых клубов с азартными играми на юго-востоке Китая. Филиальчики. Да. Госпожа Джен умерла в возрасте 69 лет. По меркам того времени она прожила очень долгую жизнь и умерла собственной смертью, лежа в своей теплой кровати. Ага. Ну слушай, хотя для Китая там что-то долго. 69 мало, там обычно 169. Да, но там же долгожители. Удивительно, что у нее из армии пиратов недоброжелателей не оказалось, которые хотели бы, может обижены были на что-то. Никто не пытался ее отравить. Мне кажется, там все были очень запуганы. Я думаю, там все были довольны и все были пристроены, что самое главное. Может, было и сложно, но по итогу вот прикинь. Да, тебя там, может, ну, шугали, грозились отрезать тебе руку. В итоге она сказала, ребята, у вас сейчас будет работа, сейчас будете вы свободны, преследовать вас по закону не будут, расходимся по красоте. Все, там же обиженных-то не осталось по итогу. Ну да. А кто ей был, наверное, ну, боялись к ней подойти. Она же при бабках там осталась все равно, там охрана. С охраной. И все дела. Но по большому счету вот этот большой талант управляться, и все-таки я считаю, что она не пират, она управленец в первую очередь крутой, ей помог случай. И в нее влюбился вот король пиратов, который до нее был. Вот если бы вот этого не произошло... Чтобы управлять, надо управлять, чтобы у тебя что-то было, чем-то. Да, чем управлять. Вот. Ну и она молодец в этом плане, что так, брачный контракт, сразу половину сюда, и я буду этим управлять. Вот наглость, да? Она же была вообще тогда девчонкой. Сто процентов. Это единственный случай в истории, да, когда управленцем... Нет, были женщины. Моряков. Еще пиратки. Были, да? Ну, мне кажется, вот такого масштаба нет. Такого масштаба нет. Это самое крутое. Это очень круто. Ну, 70 тысяч человек, 400 кораблей. Это, ну, это флот, блин, полноценной какой-то державы. Да. Сто процентов. Сейчас она была бы очень богатой женщиной. А вот интересно, она на Россию нападала. Там же рядышком совсем все. Слушай, не знаю, вот этого я и не нашел. Потому что, ну, в те годы уже империя российская разрослась, дата тех границ. И, типа, ну, она насаждала там по-любому местным рыбакам, там и прочим, торговцам. Может быть, да. Какие-то прибрежные города. Блин, русские пираты. Не знаю. Что это, зачем ты это сказал? Сейчас же будут просить про русских пиратов. Не просите просто, и все. Вы не знали, что они были? Были, да. Я вначале хотел спросить. Я предлагаю закончить. На этом, пока мы ничего не пообещали лишнего. Все, думаю, и так уже про женщин-пиратов даже дали. Даже уже про женщин. Как обещали. Следующий выпуск про кошек-пиратов. Рустам Хакимов, Айдар Нагуманов, Данил Пересторонин. Мификал подкаст. Ставьте лайки, подписывайтесь в комментариях. Всем 7 футов подкилим. Всем лайк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok